Здравствуйте, мои зрители! Сегодня в гостях вот таких замечательных людей отца Климента и матушки Екатерины. Спасибо большое! У меня для вас очень подготовленный вопрос, хотел бы который задать. Я думаю, эти вопросы волнуют многих россиян, которые в России, потому что они всё так просто, и в отношениях всё сложно, и тем более с Верой достаточно много проблем. Я думаю, многим людям интересно получить определённые ответы на определённые вопросы. Первый мой вопрос к отцу Клиенту, к вам. Как давно вы стали православными и при каких обстоятельствах это произошло? Это не очень давно. Если официально, то в 2012 году нас приняли в православие официально, через Миропомазание. И вот до этого мы были англиканами, протестантами, изучали историю древней церкви и святых отцов, и видели, что истина, полнота истины, полнота благодати находится в православии. Конечно, можно найти какие-то моменты истины, тоже в разных местах, но это фрагменты. А полнота — это только православие. Полнота благодати, полнота истины, и всё-всё. И поэтому вот ушли из протестантизма, и как скорее могли, и как Бог открыл нам двери, так и сразу мы пришли в православие. Классно, потому что лично я тоже прошёл из протестантизма в православие. В детстве у меня мама с отчимом водили в протестантскую церковь, а потом я в православие прошёл. А, как хорошо. Следующий вопрос я буду матушке Екатерины задавать на английском языке. Надеюсь, мой английский язык не подведёт. Sorry for my English. How did you meet father Klement? Could you tell us your love story? It's a very long story. We were like friends in the childhood. But I meet him like, I become orthodox. And that was a very difficult time for me. And with the help of some Russian priests, I went to to Bangalore for one in the church. I was going there. And then his spiritual father blessed us to get married. And then we married in St. Petersburg Academy. And it's a very long story and difficult to tell. Maybe short. Okay. As far as I know, you have a story in the internet? Yes. Yes. Позже своим зрителям дам ссылку, где вы можете прочитать эту всю увлекательную историю, достаточно захватывающую, насколько мне известно. Сейчас бы хотел спросить отца Климента, как вы думаете, в чем различие православной церкви в России и в Индии? Ну, здесь начинается рождаться православие только что. А в России это уже давно произошло. И в каком-то мере, как сказать, может быть, уже стали равнодушными, может быть, главную роль играла это безбожная власть, но все равно есть такой. Ну, просто много раз, когда я с женой возговор, когда ходим по пляжу, там видим люди, она видит, все носит крестики, все русские, все носит крестики, они говорят, вот здесь православные, почему они не ходят на литурги, когда мы здесь организуем? Ну, придется сказать, крещение все. И обычный человек в России думает, что он русский, значит, он православный, и значит, он должен и креститься. Для него это просто обычный обряд, и он вот так и делает. Поэтому как-то это тоже радуется, что перерождается православие в России. Я видел и молодые люди приходят, и сами пришли в церковь. И вот так в Индии наоборот это просто первый раз рождается православная церковь, православная община, верующие появляют. И здесь люди относят к вере по-другому. У вас там сейчас свобода. Люди могут свободно, раньше не было, но сейчас есть, слава Богу. Сейчас люди могут исповедовать православие свободно, могут молиться, ходить в храм, построить храмы там, то есть полная свобода для православных, а здесь ограничения. То есть то, что вы испытывали раньше, сейчас мы начали испытывать, это начало. И так как сейчас православные верующие пока мало в Индии, община маленькая, и поэтому нету внимания на нас, как когда это будет большая и начинают нападки и так далее. Но сейчас вера живая, и люди готовы за православие терпеть, уже терпят. Здесь вокруг нас есть все разные конфессии, и католики, и разные восточные другие церкви, которые называют православными, хотя они не православными являются, и протестанты и так далее, они богаты, у них уже всякая инфраструктура есть, храмы у них полные, школы у них, больницы, а у нас в нашем православной церкви в Индии ничего нету, ни один храма нету, такое помещение нету, даже кладбища нету, ничего вообще нету, а люди вот это терпят. То есть они видят, что вокруг есть много богатства, но там нету веры, там нету истины, там нету благодати, там нету спасения, а здесь хотя ничего нету, но здесь находится все, что нужно для спасения, поэтому они терпят, и терпят гонение своих, от своих родственников, своей семьи, и общества, и вот это нехватка всего, в которой человек нужен, каждый человек хочет, чтобы у него был нормальный храм, ходил там, и все было видно, а вот здесь в Индии ничего не видно, поэтому ситуация другая, отличается, Нобел говорит, что здесь вера крепкая, потому что люди готовы за все. Согласен, потому что сколько храмов не посетил в России, красивых, помпезных, а вот именно наверное что-то в таком есть что-то такое необыкновенное в службе, в квартире. Спасибо. Вопросы Матушки Екатерины. What do you think is the basic purpose of a woman? What is the basic purpose of a woman? Предназначение для женщины какого главного? То есть в жизни aim что-то нужно сказать. Do you think to be a good woman and help their family and all the situation? Может without family only woman maybe we family I don't know. in India it's like especially the woman has the family she she has many things to do like if she is married or unmarried she helps the family in all the situations help the husband cook the food do other things somehow what do you think what do you think of her purpose what do you think of her purpose of her aim what do you think of her aim to be obedient to everybody as for Russia main purpose of woman is be happy maybe nothing yeah yeah it's like it's like an ordinary woman in India will answer that the family is the main thing that she doesn't answer that she she is the main thing that I should be happy and happy and happy she will say that that the family first that 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 have as as we live with parents and brothers and sisters I also так живем и и поэтому да первый будет все 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 женщины без исключения буду говорить туда чтобы семья была счастливая и они будут делать все что нужно для семьи для единения для любви чтобы все единомысленно остались вместе потому что когда больше людей живет вместе там есть больше возможностей конфликта но если люди готовы понимать друг друга готовы жертвовать своей воли но и все желание да и так далее тогда это возможно и поэтому вот так и есть семья первое потом другое просто мои русские зрители наверно скажут что возможно это лукавство какое-то потому что это неправда на самом деле женщины думают семья конечно говорят главное на самом деле не думают о себе там как бы как лучше жить там за богатого выйти там еще замуж конечно возможно найти все в обществе кто-то хочет богатство кто-то так она обычно я говорю про просто обычно обычно индийская женщина будет говорить так что семья главная семья остальным все потом и вот это она найдет свои части в семье счастье семьи если она счастлива но семья несчастливая тогда она тоже не получит никакой там части мы этом своим так называемые что ты поэтому они будут говорить сначала вот если они счастливы когда значение я тоже счастлива потому что они тоже как-то будут довольны что вот да она это все это как садат она смотрит за дома она все делает далее тогда и поэтому она потому что да слава богу что я успела что-то делать отец к вам вопрос с какой самой сложной проблемой в жизни вы сталкивались и как она разрешилась самое сложное ну конечно у нас было свое время когда она приняла христианство ее тайны крестили потом начали всякие проблемы ее родители хотели ее насильно дать замужем потом все это всякая история произошла это конечно было самое сложное время который я помню когда мы испытали много но это же время хотя сложная не всегда говорю что это же время было нужно нужно это все испытание все это проблема с этой как сказать даже трудности да вообще это нужно если бы не были эти трудности то может быть я не был бы здесь ответит ответят ваши ваши вопросы не был бы совершенником может быть она мне было бы здесь это всякий опыт который господь пускает нашей жизни эти трудности проблемы это важно надо научиться от этих проблем не просто вот что-то произошло плохо я просто не хочу вспомнить это это я думаю что не не хорошее отношение к нашим проблемам это все надо вот поэтому когда с с нами тоже было и родители но она же родом из индийской семьи и индуистическую семью не знаю как правильно да то есть они используют язычество и я никогда узнали что вот так она не исполняет свои обязанности ну то есть поклонение богом утром вечером и все что нужно но женщина здесь в индии ну как это предполагается она должна вот все это дело и поэтому она когда это перестали делать начали проблемы и потом она вообще не слушала в это тоже как-то не думали что если она не слушает здесь давай отдам замужем и там она все равно ей вынуждена она будет делать все на рассказала все нам потом и подготовились и украли и отправили другом месте вот потом начали реальные проблемы вот они пошли к полицейским и они цели недели мне учили не били конечно но психически они хотели потому что у них не было никакая база чтобы либо вписали на меня какой-то там лицензии его арестов отменили нико не было поэтому они просто звонили каждый день чтобы я пришел у них ждал там целый день голодный без воды и так далее и чтобы в конце концов я открыли где она как и так далее забрали мой паспорт начали против моей семьи разобрать людям там то есть все все наши соседи они собрали у себя дома и говорю что надо их отлучить от вообще общение никто с ними не будет иметь никакого дела но это слава богу по милости боже все наши соседи хотя они индуисты они отказывались вот они киллер тоже заплатили чтобы они он убил а мне потом они черным агем занимать то есть они делали все что возможно и у нас не были ни деньги не плитки сила никакие знакомства у них не было то есть у нас не было то есть мы вообще были без помощи но в этой трудной ситуации в это гонение мы видели силы божья мы видели как он охраняет своих мы увидели как это словом перед передавать невозможно но если договорю так что но как сейчас мы видим друг друга да реально существуем и видим но бог был более реальным то время когда мы испытывали чем мы сами друг друга то есть мы хотя не видели его глазами своих вот телесны но его присутствие было такое сильное его действие был такой сильный что невозможно было не заметить и не благодарит то есть поэтому да это было самый наверное самый трудный ситуации жизни но тоже время самое полезное для меня и для него для нашей христианской жизни наверное самый незабываемый Один вопрос. Сейчас в России есть много деворсов. В большинстве случаев деворсов были приглашены женщиной. Как много деворсов в Индии? Какая основная причина для деворсов в Индии? В Индии, как в России, не много деворсов. Но не много, как в России. Основная причина для женщины. Потому что женщины каждый раз называют маму и говорят о проблеме семьи в своей доме. И мама и папа не понимают. И они говорят, что обратите внимание. Это основная причина. В Индии, в Индии. Какие решения проблемы? Усказки. Я думаю, что муж и муж могут решить эту проблему с собой. Не рассказывать другим. Они могут сидеть и решить себя. Я думаю, что муж и муж. Сейчас мы разговаривали с собой. У нас все это признают, что когда женщина начинает рассказывать свои проблемы у своих родителей. Они потом начинают ее советовать свои мысли и так далее. И потом она делает это дома. И потом начинают проблемы. И вообще до конца это развод. И поэтому предпочитается, чтобы они вместе сидели, хотя бы говорили. И решили сами это. Чтобы они это не сказали другим. И потом обычно бывает, что третий человек это от своего лица что-то там прикладывает, что-то негативное. И станет все еще плохо, сложнее. Поэтому, чтобы вместе сидели и все решили. В России такая же проблема тоже. Что считает? Да, да, да. У меня для вас вопрос. Что для вас означает любовь? О, да. Вопрос такой глубокий. Ну так как я священник. Может быть это кажется как бы то, но искусственный ответ. Но нет. Но это как я говорил. Моя жизнь это свидетельствует присутствие Бога. Его действие. Его силы. Его любви. И поэтому для меня любовь. Это не просто слово. Это не просто какие-то там прекрасные объяснения. Любовь, как в Библии говорит, это Бог. И любовь, которая дает полностью себе. Не так, как он хочет. А просто отдает полностью. Не думая о последствиях. А поэтому у нас называется любовь. Как сказать это? Mad. Mad. Crazy. Да. Да. Потому что любовь не думает. Да. Как мог. Знал, да. Какое будет страдание. Что будет с ними, когда он станет человеком. Какой смерть он пойдет. Он знал. Но вот это любовь. Он об этом не думал. Он об этом не стал. О, ну какая страшно будет. Хотя он был в гостаманском саду. Он там говорит. Да. Трудно. Сложно. Но любовь. Победает все. Всякие страхи. Всякие проблемы. Если с любовью, то есть. То можно решить все другие проблемы тоже. И поэтому любовь для меня. Прежде всего. Так как мы верим. Это Бог. Бог является любовью. И любовь. Как Бог сделал. Да. Как Бог любил. Отдается полностью. Себе. За другого. То есть. Там нету. Мысли о себе. То есть. Если о себе. Тогда это не любовь. Тогда там есть какой-то эгоизм. Там есть. Но когда это любовь. Тогда ты думаешь полностью. Только о другом. Ну когда. Примерно. Да. Пример. Маленький такой. Когда девушка, мальчик любят друг друга. Да. Начинают. Когда он забывает себя. Она забывает себя. Он начинает думать только о ней. Она только о нем. И они заботят только за. Как сказать. О доз. О. О. Как сказать. Чтобы другой человек. Был всегда рад. Мальчик хочет. Чтобы его девушка всегда была рада. Поэтому приносит подарки. Она может быть. Пишет. Пишет стихи. Не знаю как. Но. Чтобы его любовь. Кого он любит. Всегда. Эээ. Радовалась. Он. Он готов делать все. Что может. Вот. Там он. О себе не думает. Там. Может быть. Ради нее. Он не нравится. Ради нее. Он готов идти туда. Куда. Его не нравится. То есть. Он готов жертвовать себя. Ага. Вот. Такую любовь. Должна быть. Такую любовь. Должна быть везде. Не только между мужчиной и женщиной. И родителями. И родителями. И братья и сестры. И вообще общество. Иначе вот там. Холодная любовь. Угу. 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 Главное, чтобы они имели любовь к Богу. Ага. Угу. в первом месте если они оба любят богу то у них между ними будет настоящий бог если они просто без бога любит называют любого да что это только страсть если сбок между ними то бог их держит вместе то есть бог это как что-то замочек что ли да он вот так держит любви своей любви он держит вот парах супругов которые любят друг друга то есть не то бога тогда это либо тоже не остается он исчезает есть бог между вами тогда он оставился не только сейчас и навсегда для вас вопрос как вы считаете какой самый серьезный распространенный грех сейчас у людей с которым нужно в первую очередь бороться может быть равнодушие просто все же понимают что вот это грех блуд это грех вот это порнография это грех вот это это все грех но человек равнодушен и поэтому ладно вот может быть потом потом пойду на исповеди то есть равнодушие как делать сердце человека холодным он не обратит но не принимает серьезно не свои грехи не заповеди божии ничего поэтому для него все допустимо потом потом разберемся и поэтому для меня я думаю в этом мире сейчас современном мире это равнодушие поэтому люди тоже когда рассказываешь о христа ну ну может быть слушать но им это не интересно может быть даже если интересно туда был наверно хороший человек но мне важно вот другие дела да в россии сам распространенное слово ну и ладно что спустя рука в следующий раз ну вам вопрос вот вот negative qualities of people do you dislike the most а смо к 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 но он он обучил нормальный к а и а и 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 д обсуждения, позаглаза говорить, склоки устраивать, все обсуждают на кухнях, политику, у всех есть свои мнения. Хотя ничего не знаешь, но все равно есть свои мнения. Про каждого, да. Последний вопрос хотел бы задать, но вы уже часть ответили на этот вопрос, но может быть что-то еще дополните. В вашей жизни были чудеса? И если да, то можете рассказать о них. Много было, но самое главное, вот это говорил, когда Господь спас нас, там нет другое объяснение, невозможно. Просто противники имели всякую силу, и телесные, и денежные, и политические, и духовные. Всякие силы они употребляли, у них было все, что существует в этом мире, и которое действует, они использовали. Но даже 0.0001% тоже не работали, не действовали, потому что Господь встал между нами, как стена, и охранил. Поэтому это самое главное. Я говорю, я сам чудо. Почему? Потому что я стою здесь, я живой сейчас, и сегодня разговариваю, это чудо. И если нет, тогда я бы был где-то там под землей. Ну, поэтому самое главное, это вот. Остальные я много видел исцеления. Когда начали мы здесь служить, видели и до сих пор видим, что люди, когда болеют с какими-то болезнями, простые люди, которые не христиане, либо не православные. И попробовали все врачи, ходили везде и так далее, и не получают ни ответа. Может быть, семейные проблемы или какие-то другие. Приходят в храм, либо на богослужение, где мы служим, начинают слушать проповеди, видят жизни наших прихожанов, и помедленнее начинают постоянно ходить и получают исцеление. Телесные проблемы, либо есть какие-то другие проблемы семейные или другие, не важно какие, но все равно получают ответы. И их это заставляет думать. Вот я же пошел туда и туда, туда, куда, но никто не слушал, никто не ответил. А вот здесь, где я не ожидал, там и получил ответ. И даже я не хотел здесь прийти. Ну как последний, давай, не хочу, но ладно, попробуй последний. Вот пришел и сразу получил. То есть такие чудеса, исцеление, решение вопросов люди сразу получили. И исцеление, и в своей жизни я видел. И вот поэтому, да чудеса здесь много видели. Поэтому нас не удивляет только чудо. У меня еще тогда другой дополнительный вопрос. А наоборот, были ли какие-то проявления, какой-то чертовщины, нападков бесов, которые вот что-то такое, вот неприятности, может быть, были или вообще явные? Ну это было, но не после того, когда мы приняли православие. Это до этого. У нас были знакомые, которые приехали дома. Мой папа долго болел, как это называется, господи, артритом. Вот он почти восемь лет болел и тяжело болел. И никак, ничего, никакие лекарства не помогли. Ничего не помогло. Поэтому однажды знакомые советовали. Вот, может быть, кто-то сделал черной магией. И поэтому у меня есть знакомые, которые, может, это все, как сказать, убрать от вашего дома. То есть им болезнь тоже уходит. Они как люди уставшие, говорили, хорошо, давайте попробуем. Хотя они были верующие христиане, но бывает, это человеческая природа испорченная, которая рада, как сказать, темпурии, как говорится темпурии? А за все хватается, наверное, да? Временно. Временно, да. Для времени блага, для времени счастья. Готов жертвовать то, что важно, да. Вот они тоже думали, вот все попробовали, ничего не получается, и отвечают, давай, попробуем. Вот эта женщина пришла дома, делала какое-то свое овраде, и начали у нас дома всякие разные проявления. Начали мы слушать ночью звуки разные, как будто человек ходит, откроет дверь и так далее. И люди... Я не видел, но мой брат, его жена тоже видели какого-то человека ходить дома, хотя там никого не было. однажды просто ночью кто-то превратил голову моего папы с одной стороны, с другой стороны, вот так. И потом все... Сначала никто не верил, потому что каждый человек отдельно, отдельно испытывал, а потом когда видел, что все, все каким-нибудь образом либо что-то случили, либо что-то видели, либо кто-то прикоснулся. Вот начали молиться, и вот... Как называется? Господи... Ну, попросили Господа прощения, да? Как это слово называется? Забыл. Исповедались. Ну, там... Покаялись. Простите, я начал уже забывать. Покаялись, да, покаялись. Сильно покаялись. Начали молиться дома вместе все. Семья. И все это ушло. Из семьи. И тогда я не был священником, там никого здесь, никаких священников, вообще церковной жизни здесь не было. Вот такие мы видели. Прямо и глазами, и чувствами, и вообще трогали вообще даже. То есть мы видели, да, были. А в Индии это особенно потому, что здесь везде язычество. Ага. И поэтому здесь сильнее вот эти духи. Ага. Демни, везде. И поэтому, а... Может быть, люди много раз не замечают, но они здесь есть. Ага. И, может быть, люди думают, что, может, пойду туда куда-то там хорошие кто-то лекции дает там по ведическим знаниям. Как это там. Опасно. Опасно. Вот сегодня, исходя из проповеди, как Богу мы открываем душу, так же и сатане людей. Только согласие человека. Да. Чертовщина, как вот мясо имеет власть. Да. Спасибо. У меня всё. Спасибо вам большое. Спасибо большое за приглашение, за вопросы. Вам спасибо. Благодать и вам. Прошу вас, молитвы и ваших зрителей тоже, потому что в миссии всегда нуждаются молитвы. Мы здесь как будто новорожденный ребёнок. Только что начинается ходить и старается хотя бы ходить, вставать. И не хватает силы, поэтому нужно всегда молитвенная поддержка. И чтобы, да, вспомнили, что мы есть ваши братья и сестры. Обязательно. Зрители, которые меня смотрите, молитесь за нас. Замолитесь за отца Климента, за Матушку Екатерину. Чтобы у них всё было хорошо. Спасибо, Господи. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Христос Воскресе. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.